Российские молочники отбирают кусок хлеба у казахстанских. В Молочном Союзе бьют тревогу. Импорт молока в Казахстане вырос на 11%, а собственное производство только на 7%. Причем дешевое российское молоко уступает в качестве, утверждают отечественные эксперты. По информации, которая идет из России, там проверяют продукцию по всем показателям. И по информации получается, что из отобранных образцов значительная доля до 50% российской продукции внутри России оказывается не соответствующей требованиям стандартов или технических условий. Но если там снимают с реализации эту продукцию, проверяют, снимают с реализации, если она недоброкачественная, то к нам везется и продается бесконтрольно. С одной стороны, Россия и Казахстан члены таможенного союза и договорились о свободной торговле. Но отечественные предприниматели все чаще оказываются в проигрыше. И не потому, что не умеют торговать или конкурировать. Авторитарным странам вообще тяжело честно и выгодно интегрироваться, говорит экономист Петр Своек. Если сегодня ситуация не созрела до политической постановки задачи, она явно не созрела, то придется этим нашим уважаемым президентам и их уполномоченным, их людям, которых они поставили от себя, ввести это в ручном режиме, созваниваться и говорить, вы чего там опять вот с этой свининой не так делаете, давайте утрясем. Ну, со свининой утрясут. Завтра обнаружится с электроутягаемой. Переменчивая экономическая погода, которая приносит временные преимущества, хуже, чем стабильный долгосрочный прогноз, говорят предприниматели. Казахстан будет вкладываться. А вообще, ключевой вопрос будет заключаться, как и в Евросоюзе, в том, чтобы уровень поддержки на аграрную отрасль и в Казахстане, и в Белоруссии, и в России свели к единому уровню, к единой какой-то системе, при которой была бы действительно равная конкурентность. Потребителям до большой политики дела нет. Голосуют языком и рублем. В данном случае тенге. Я только помню мастер-фуд и, например, это йогурт. А насчет молока? Без разницы. Казахстан-фуд-мастер, местный, конечно, обязательно смотрим только наше молоко. Чувели, дядя. Мы, в основном, берем российское. Казахстанское более порошковое. Вот как-то, может быть, и там что-то есть, но то как-то повкуснее. Интеграция – это процесс. У партнеров ТС еще много спорных вопросов. Наблюдатели отмечают, что Казахстану нужен свой Онищенко, чтобы защищал внутренний рынок и опускал шлагбаум для импорта, когда нужно, как это делает Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова